Новый повод для конфликта. В Вашингтоне приняли решение закрыть представительство Палестины в США. В ответ последовали заявления. Раз так, то штаты больше не имеют права быть посредником в переговорах с Израилем, а не на его стороне. Дмитрий Анопченко разбирался, к чему все это может привести. В этом здании на Висконсен-Авеню в Вашингтоне много лет находится так называемое представительство Организации Освобождения Палестины. По сути, палестинское посольство, поскольку тут и консул работает, и паспорта выдают, только статуса такого не было. После серии публикаций в СМИ, что администрация Трампа вот-вот укажет обитателям этого особняка на дверь, Госдепартамент США подтвердил это официально. Решение принято. Организация Освобождения Палестины не предприняла шагов для начала прямых и конструктивных переговоров с Израилем. Напротив, ее руководство осудило мирный план США, который оно даже не видело. В связи с этим и с учетом озабоченности Конгресса администрация приняла решение о закрытии отделения ООП в Вашингтоне. В Госдепартаменте, говорят, весь этот год пытались усадить Палестину и Израиль за стол переговоров. А когда этого не случилось, то и решились на крайние меры. В том числе, сделав то, о чем давно неофициально предупреждали, попросив палестинцев, базирующихся в этом здании, паковать чемоданы. Параллельно перекрывают финансирование. В прошлом месяце отменили выплату 200 миллионов долларов в рамках программы помощи жителям Западного берега и сектора Газа. Свернули финансирование ООНовских программ на Ближнем Востоке. А просто на этих выходных заморожены 25 миллионов долларов, которые Америка тратила на медицинскую помощь палестинцам в госпиталях Израиля. И это уже не просто пересмотр политики Обамы. Это и для Трампа новая политика. И еще только баллотируясь, Дональд Трамп делился со своим ближайшим окружением. Мол, хочет войти в историю как президент, который положит конец этому конфликту, при котором Палестина и Израиль наконец-то разделят территории и подпишут мирный договор. Но реальность оказалась куда сложнее, чем он представлял. И сейчас, судя по всему, Соединенные Штаты меняют политику. Перестают быть над схваткой, перестают претендовать на роль арбитра, а наоборот, четко и однозначно становятся на сторону Израиля. И закрытие палестинского представительства лишнее тому подтверждение. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». «Интер». «Интер».